здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале творческая мастерская креатив меня зовут наталья сегодня хочу вам показать свою новую текстильную куколку которая одета в батистовую блузочку с вышитым воротничком и комбинезон и пригласить вас на мастер-класс на котором мы сделаем выкройку раскроем и сошьем вот такого замечательных комбинезон чик если вам это интересно оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал ставьте лайки заходите мою группу в контакте и на страницу в instagram все ссылочки вы увидите под этим видео а сейчас давайте начнем наш мастер для того чтобы шить комбинезон нам нужно сделать выкройку на бумаге для этого мы возьмем лист бумаги а4 и проведем две линии проведем вертикальную линию и горизонтальную линию и отметим точкой пересечения двух линий теперь возьмем куклу сантиметровую ленту и будем измерять куклу это у нас будет линия сидения и мы ее измерим по самому выступающему месту в кукле это вот здесь где пришиваются ноги вот у меня 16 сантиметров так как мы будем строить четвертую часть выкройки мы 16 сантиметров разделим на 4 получится 4 сантиметра и от вот этой точки пересечения двух линий откладываем 4 сантиметра здесь тоже немножко продублируем чтобы у нас линии были ровные и эти точки мы соединяем линии вот у нас шов сиденья далее нам нужно оформить верх комбинезона сначала мы измерим длину комбинезона до линии сиденья то есть от вот этой точки я вот поставила маленькую точку где у меня будет комбинезон вниз мы открыл отмеряем длину мне получилось 9 сантиметров а на чертеже мы будем от от этой точки откладывать вверх 9 сантиметров и ставить точечку и опять же проводить линии соединять две линии вместе это у нас вот верх комбинезона это у нас линия сиденья теперь мы оформим сделаем ширину комбинезончик у меня будет шириной нагрудник этот где-то будет 3 сантиметра так что у меня еще будут лямочки поэтому три сантиметра разделим пополам получается полтора сантиметра значит от этой верхней точки мы откладываем полтора сантиметра теперь это же заготовка куклы без рук у нас здесь еще будут руки и поэтому нам нужно сделать линию проймы мы отложим также от этой точечки где-то два сантиметра будет достаточно для такой куклы как у меня 26 сантиметров в это этих двух сантиметров будет достаточно для проймы также от этой верхней точке мы откладываем 2 сантиметра и соединяем опять две линии вот получилась у нас . и сейчас мы будем оформлять линию проймы мы так берем аккуратненько и плавную рисуем линию вот у нас получилось это верх эта линия проймы оформляем вниз чтобы здесь у нас штанишки не тянули и были красивые у них был вид мы здесь на линии сидения откладываем полтора сантиметра полтора сантиметра это для такой маленькой куклы если кукла более сильнее набита более пополней то здесь можно откладывать и два и два с половиной это можно померить то есть мы там где пришивали ножки до середины отмеряем вот у меня получается полтора сантиметра поставили точку и также бери плавной линии отверху по вот этой вот средней линии мы оформляем низ то есть у нас это получилось середина комбинезона здесь можно сделать застежку можно сделать имитацию пуговик теперь нам осталось только сделать самый самый-самый низ где ноги опять же откладываем от этой точки по всей длине куклы ну какой длины кто будет шить у каждой выбирает свою длину я хочу например комбинезон сделать до кроссовочек это у меня 13 сантиметров такой коротенький не прямо к самым самым чтобы закрывала кроссовки чтобы кроссовки были видны и откладываем 13 сантиметров то есть опять же от верхней точки комбинезона я вниз откладываю 13 сантиметров и соединяю две линии теперь от вот этой линии нужно отложить один сантиметр и соединить точку сидения с вот этой нижней точкой теперь нам нужно измерить ширину брючины ширину штанины этой мы берем сантиметр и измеряем ногу кукле ну вот у меня получается где-то семь с половиной но я сделаю на восемь восемь я разделю пополам у меня получится четыре и от этой точки я откладываю 4 сантиметра теперь вот эту вот точку я соединяю с точкой где у нас сделана пойма соединила прямой линии но так как у нас ноги пришивается наверх иногда здесь ставятся пуговицы и у нас получается такой перепад выпуклость и нам нужно эту выпуклость именно комбинезоном чуть-чуть скрыть юбка это и проще юбку сделал сборку и все закрыл а брюки комбинезон нужно здесь делать или на брюках можно сделать складки а комбинезон мы просто сделаем немножко по объеме это как это сделать на линии проймы мы откладываем 0 5 сантиметров продолжаем линию проймы на 0 5 сантиметров и теперь смотрите от это 0 5 сантиметров мы также плавно 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 линии подходим к нижней точке соединяем то есть вот эту линию проймы и нижнюю линию мы соединяем плавной плавной линии вот такая выкройка комбинезона нас получилось на бумаге теперь это все нужно вырезать вырезать нужно по вот этим всем линиям то есть здесь вырезать здесь здесь и и вот этой плавной круглой линии то есть вырезать подготовить для раскроя на ткань из бумаги я вырезала выкройку теперь эту бумажную выкройку нам нужно перенести до ткань берем небольшой отрезок ткани складываем так чтобы у нас лицевая была внутри изнаночная смотрела на нас также обязательно соблюдаем долевую поперечную нитку то есть долевую нитку можно определить по кромке можно немножко так потянуть ткань вот по долевой нитке ткань не тянется по поперечной нитке ткань тянется теперь мы от края откладываем 0 5 сантиметров на припуск и проводим линию на ткани можно проводить линии карандашом можно портновским мелом а можно вот таким мылом высушенным теперь к этой линии мы прикладываем нашу выкройку прикладываем так чтобы оставалось место для припуска немножко приколю чтобы она не съезжала с ткани и обводим всю вокруг обводим нашу выкройку которую мы сделали из бумаги теперь снимаем переворачиваем и в зеркальном изображении и оставляя между выкройками место для припуски на шов мы обводим с этой стороны другой половину то есть у нас получилось две детали выкройки для спинки и для переда здесь нужно сдать припуск на 0 5 сантиметров по кругу по всему и вырезать и у нас должны получиться вот такие две детальки деталька для спины деталька для переда теперь нам нужно стачать стачивать нужно по вот этой вот линии сделаем закрепки и стачиваем до этих пор и стачил и здесь тоже делаем закрепку также с этой на этой детали тут начинаем делаем закрепку шьем и делаем закрепку здесь вот внизу так что давайте сейчас прострочим строчить нужно не на широкую и не на узкую строчку а где-то на среднюю пристрочила срезы обработала мелким зигзагом так как кукла маленькая и одежда маленькая оверлоком обрабатывать я не стала может видно что я построчила закрепками и разутюжила разутюжила таким образом здесь я сделала в разутюжку до вот этого поворота а этот вот поворот я сделала в заутюжку теперь нам нужно обработать верхнюю часть комбинезона то есть обработать нагрудник и обработать вот эти вот проймы обрабатывать мы будем тачкой сейчас вам покажу как это сделать возьмем небольшой кусочек ткани уже продублированный так как лучше когда тонкая ткань лучше этот ткань дублировать так как будет красивее обработана ровнее прикладываем лицевой стороной деталь комбинезона прикладываем на лицевую часть ткани расправляем ровненько можно немножко чтобы не сдвигалась приколоть булавочкой теперь берем карандаш портновский мелок в моем случае это кусочек мыла высушенного и обводим прямо по срезу заготовки не делаем никаких припусков вот обвели теперь снимаем убираем и вырезаем ножничками по линии которые вы нарисовали припуском в этом случае мы не делаем потому что припуск у нас есть на заготовке на детальке комбинезона вырезали получили такую обтачку теперь эту обтачку мы складываем лицевой с лицевой к нашему комбинезону можно заколоть можно приметать если у вас получается какие-то неточности можно их можно срезать сейчас я приметаю и покажу не надо делать при при наметке сейчас никаких закрепок они нам не нужны смотрите вот у меня получилось немножко выступающие обтачка выступает я ее немного подрежу чтобы было все ровно вот мы приметали обтачку теперь ее нужно пристрочить пристрачивать нужно 0 до 0 5 также как мы давали припуск на заготовки и у нас должно получиться вот так обработанная деталь вот видите я пристрочила выметала от утюжила и край обработала зигзагом и эту половиночку детали нужно сделать точно так же как и эту кроме этого всего нам нужно сделать бретельку для бретельки мы вырежем полосочку ткани шириной 3 сантиметра длиной 15-20 сантиметров это уже будет зависимо от вашей куклы для большой куклы больше полосочка для маленькой куклы маленькая полоска так как я планирую что ширина бретельки будет один сантиметр поэтому я вырезала ширину полоски 3 сантиметра смотрите я закладываю 0 5 с одной стороны и 0 5 с другой стороны и заутюживая по всей по всей длине потом я сворачиваю пополам и опять заутюживаю и у меня получается такая заутюженная полоска и по этой заутюженной полоски я делаю строчку по краю и получается полоска для для бретели для комбинезона этой полоски хватит на две бретельки то есть я разрезаю полоску пополам у меня получится две такие бретельки для комбинезона так что давайте сейчас обработаем верхнюю часть комбинезона далее стачиваем по боковому шву я уже один бочок стачала тебе покажу как стачать следующий все тут утюжина должно быть потому что если мы стачаем второй блок потом будет неудобно утюжить раскладываем обтачку соединяем обтачку обязательно отмечаем чтоб сошлось вот эти швы сошлись и ровненько до края штанишек то есть мы должны прострочить от обтачки до края штанишек чтобы удобно было строчить и чтобы не перетянула не обтяжку не обтачку не штанишки мы немножко прометаем можно заколоть но я предпочитаю предпочитаю приметывать и прямой кладем под машинку и прямой линией за крепками мы строчим от этого от верха до не за что не потом когда это все у нас пристрочится мы выворачиваем как с этой стороны и проутюживаем также не забываем перед тем как стачивать бока не забываем делать примерку на куклу когда мы стачали боковые швы разутюжили обработали теперь нам нужно стачать шаговый шов для этого мы складываем вместе эту половинку будем говорить переднюю и заднюю скалываем или сметываем соединяем вот этот шов сиденье и под машиночкой ровненько выравниваем в одну линию и под машинкой закрепками строчим с припуском на 05 также края можно обметать зигзагом утюжим мы оба вместе не в разутюжку а прямо как строчили так и утюжим теперь нам нужно сделать на краю штанишек манжетики для того чтобы сделать манжетики нам нужно разложить одну штанину двое сложить взять сантиметр и померить ширину этой штанины у меня штанина получилось 5 сантиметров значит для манжета нам нужно вырезать полоску длиной 5 сантиметров с этой стороны 5 сантиметров с этой и плюс один сантиметр на шов то есть мы должны вырезать полоску длиной 11 сантиметров а шириной моем случае у меня ширина манжетика в готовом виде это будет 2 сантиметра так как манжет двойной значит это будет 4 сантиметра плюс один сантиметр на шов то есть получается манжет 55 сантиметров получается нам нужно с ткани вырезать кусочек длиною 11 шириной 5 из этого полоски ткани эту полоску ткани мы стачиваем закрепочками разутюживаем и складываем пополам и выворачиваем выворачиваем этот срез мы не утюжим он у нас должен быть мягкий теперь берем этот манжет и берем нашу штанину одеваем манжетик на штанину шов притачивания лучше переместить на шов шаговый туда вовнутрь между ног чтобы его не было видно этого шва одеваем манжетик одеваем здесь у нас смотрите лицевая здесь изнаночная и вот здесь вот по кругу нужно прострочить по всему просиму в круговую прострочить если машинка неудобно значит пришиваем вручную мелким стежком назад иголку также край желательно обработать потому что он у нас будет немножко на лицевой стороне но все-таки будет закрыт манжетиком но все равно он там может выглядывать поэтому лучше здесь обметать или зигзагом или петельным швом давайте так сделаем манжеты я притачала манжеты краю штанин вывернула их на лицевую сторону и шоу притачивания у меня получился внутри манжета с этой стороны у меня получилось чисто и аккуратно также со стороны спинки я притачала бретели просто строчкой и закрепочками их пришила а впереди я эти бретели буду крепить на пуговички то есть буду вовнутрь вставлять бретельку и здесь буду пришивать пуговицу и вот эту длину бретели я определю уже тогда когда одену на куклу к этому комбинезончику можно шить трикотажную футболочку можно шить блузочку я сшила блузку с белого батиста фактурного с рукавчиком пышным фонарик и также вышила воротничок и думаю что это будет очень красиво и к это белая блузка будет очень красиво смотреться с этими ярко-желтыми в горошек комбинезончиком вот такой мастер-класс я сегодня вам показала по пошиву комбинезона подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки заходите в мою группу вконтакте которая так и называется творческая мастерская креатив и на мою страничку в инстаграм и до новых встреч на новых мастер-классах на нашем канале творческая мастерская пьет